Хабаровск В этом выпуске вы узнаете, как научиться ставить перед собой правильные цели. Что тебе конкретно нравится в этом виде спорта? Все. Какое отношение к бальным танцам имеет Вячеслав Малежик? Я мозаику сложу из разбившихся зеркал. Кто и откуда приходит в танцы? Я уже достаточно в зрелом возрасте пришла. Что танцоры обычно просят у Деда Мороза? Чтобы я танцевала хорошо. Это моя мечта. Кто придумал название «Мозаика» и почему «Мозаика»? Один раз было хорошее настроение, мы слушали музыку. И попалась нам красивая мелодия с красивыми словами. Я мозаику сложу. Слово «Мозаика» включает в себя такое разноцветие, разнообразие цветов. Сложенное в какой-то единый какой-то организм или в какую-то фигурку, которая начинает выглядеть изящно красивой, которая постоянно меняется. Я, Вески, Вески! Всем поднимут настроение! Всем поднимут настроение! Дед Мороз и Снегурочка – хедлайнеры турнира по спортивным танцам «Новогодняя Мозаика-2018». Его ежегодный организатор и танцевальный клуб «Мозаика». Такой праздничной шоу-программы традиционно закрывают сезон. Состязание проходит в середине декабря. Участие в нем принимают спортсмены из Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Магадана. Неоднократно уже дальневосточники показали свое качество в нашем виде спорта и на чемпионатах мира, и на первенствах России. И я надеюсь, что это дальше будет продолжаться, но не может остановиться, тем более вся Россия начинается с Дальнего Востока. Турнир по массовому спорту и спорту высших достижений оценивают судьи из разных регионов Дальнего Востока. Дети выступают в парах и соло. Расскажите, чем уходящий год запомнился, какими турнирами, соревнованиями, что было самым важным, к чему готовились дольше всего? Обычно мы, наверное, дольше всего каждый год готовимся к нашему традиционному турниру на Кубок Мэра. Больше 20 лет мы проводим этот турнир, и обычно его готовим целый год. В этом году событий было достаточно много. Во-первых, Егор у нас получил мастера спорта России, например. В этом году у нас были очень интересные летние тренировочные сборы, такие тематические. Они очень хорошо прошли, в быстром таком темпе, активные. Осенью это ответственный турнир, открытый чемпионат России Russian Open, на котором ребята некоторые поехали впервые. Приятно удивили на этом турнире наши юные танцоры возраста 7-9 лет. В феврале следующего года вашему клубу исполняется 34 года. С чего начали и до чего доросли? Контраст, наверное, же колоссальный. Вообще, как бы такой цели изначально не стояло создать клуб. Цель была очень простая. Я пришел с армии, и делать было нечего. И как-то так решили образовать небольшой такой танцевальный кружок. Мы его образовали, и постепенно он перерос в серьезный клуб. Вообще, я занималась 7 лет фигурным катанием, поэтому я уже достаточно в зрелом возрасте пришла. Я уже на первом курсе в институте училась. И, в общем-то, от того, что у меня был вот этот задел фигурного катания, и координация, музыкальность, и какая-то общая физическая подготовка, я так достаточно быстро влилась. Несмотря на то, что 34 года мы работаем в клубе, тренируем пары, и все равно мы любим подсматривать за коллегами, кто как что объясняет. Учиться на каких-то конгрессах, семинарах всевозможных, какие-то делать мастер-классы, привозя людей сюда в клуб. Пока ты учишься сам, ты не умираешь как тренер. Тимофей Пушкарев из Биробиджана занимается танцами с сентября. За это время успел занять 5-е место в кубковых соревнованиях. Что тебе конкретно нравится в этом виде спорта? Мы ходим еще и на тэквондо, и там тоже мы танцуем, танцуем везде, поэтому осанка, стойка, фигура несет себя красиво. Занимался тоже танцами бальными, но недолго. Это не моя была идея, была идея моей мамы. Ну, не считаю, что напрасно. Предупреждение насчет мальчиков в танцах. Они существуют, и насколько они сильны сейчас. И вот развейте, ведь это же все ерунда. Мальчики, которые танцуют, это спортсмены высшего класса. Все наши отношения в жизни, которые существуют между полами, мужским и женским, в общем-то, это, будем так говорить, в танцах наших, это воспитывается сразу с детства. Практика показывает, что если дети приходят заниматься в достаточно юном возрасте и много лет танцуют в паре, вырастают во взрослых людей, абсолютно правильное отношение у мужчин к женщинам, у женщин к мужчинам. Роль мальчика в паре, как в жизни. Он главный, он ведет, он должен быть сильный, он должен думать, он должен отвечать за выбор площадки, за выбор площадки, за начало танца, за ведение партнерши своей. Точно так же, в общем-то, как такой есть идеал в жизни, что мужчина в семье, он главный, и женщина вроде как бы ему помогает в жизни, украшает его жизнь. Мы стараемся сразу, вот прям с нуля, как только поставили в пару, ты главный, ты должен быть выносливый, ты должен терпеть, физически уметь отжиматься, потому что общая физическая подготовка, она для конкурсных спортсменов обязательна. Точно так же, как в футболе, в хоккее, в борьбе. То есть у нас существует растяжка, мы всегда все отжимаются, причем это усиленно. У нас есть упражнения на пресс. Не столь важно, какого спортсмен пола, значение имеет, сможет ли ребенок выдерживать железную дисциплину. А требования для всех одинаковые. Были такие случаи, когда ребенок был, не то что выводил, просто ему трудно давались какие-то моменты танцевальные, и приходилось очень долго работать. Но если ребенок трудолюбивый, если он готов работать и трудиться, все получалось. Каждый сезон спортсмены ставят перед собой задачу отработать определенные элементы. Я постоянно их плечи иногда поднимаю, а локти опускаю. Как ты с этим борешься? У меня живот, плечи, локти тоже. У нее пропало стеснение, она не перестала бояться сцены, это тоже многое значит. Но она стала более активной, наверное. Мне нравится, у нее по-другому мировоззрение поменялось. Главное, чтобы не зазнавалась, что по всему должна быть мера. Но гордость у нее должна быть, чем она занимается. Когда ребенок приходит на занятия, чему он учится в первую очередь? В первую очередь, что мы должны научиться делать? Мы должны научиться двигаться. Раз. Мы должны научиться двигаться в музыку. Это два. Мы должны красиво, элегантно выглядеть. Это три. С каждой тренировкой, с каждым турниром он пытается улучшить свое качество танцевания. Вот даже нельзя сказать результат, а именно качество своего танцевания. И постепенно это движется дальше, дальше, дальше до чемпионата мира. Как бы другой схемы нет. Вот если есть такая ситуация, чувство слуха, то есть может человек голосом воспроизвести песню, мелодию. Или не может. С этим родиться надо. А вот чувство координации, чувство ритма, это можно развивать, можно и нужно. И чем раньше люди начинают это развивать, тем они более мобильны в жизни. Расскажите, а как проходил первый тренировочный день у ребенка? Слезы были, было сложно, приходилось уговаривать. Нет, уговаривать совсем не приходилось. Ей все очень понравилось. К сожалению, я не видела, как проходил этот день, потому что занятия идут за закрытыми дверьми. Но она была в восторге. Смотрели видео перед этим внимательно. Она все посмотрела, как танцуют. Профессионалы, конечно. И сказала, мама, я хочу не для сцены, а для себя, в будущем так называть. Чтобы мужа будущего какого-нибудь там с ног сбить от восторга, чтобы он ей восхищался. Я боялась чуть-чуть, что, может быть, меня не полюбят или, ну, как бы, у меня, ну, в первый же день же не получается. Но я училась и дальше старалась учиться. Мы пришли сначала на организационный сбор, и ему очень понравились кубки, фотографии, плакаты. Какие-то примеры приводили из жизни, из спорта. Спортсмены, спортсменки в частности, да, девочки, они все красивые, фигуры у них красивые, сидят за собой. Я думаю, я там, будет сложно, когда первый раз пошел. Ну, оказалось, что там легко сначала. Потом сложнее и сложнее надо там танцевать. В декабре заканчивается календарный год, а уже в январе танцоры начнут готовиться к очередному насыщенному турнирами сезону. Поэтому на Новый год желают себе... Я хочу по танцам получить кубок, и чтобы у меня было первое место. Подарка я не очень хочу, я очень хочу, чтобы я танцевала хорошо. Это моя мечта. Попасть на какое-нибудь российское соревнование. Если вы танцуете, у вас есть шанс стать героями нашей программы. Ребята из клуба «Мозаика» уже выиграли вот такие сертификаты. И в следующем выпуске мы расскажем о том, как и почему они пришли в бальные танцы. Если вам тоже есть что рассказать и показать, то звоните к нам в редакцию, пишите на почту или в инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова